Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Высказать Сказать Добрый день уважаемые дамы и господа Вы слушаете радионародная волна на частоте 14.30м 99.1.FM А также на нашем сайте RadioNVC.com Ну и конечно же на нашем канале в YouTube тоже RadioNVC С вами в студии Анатолий Червец Меня зовут Сергей Зацепин Добрый день Буквально пару таких коротеньких сообщений По поводу прошедших голосований на том или ином уровне Ну ты по-моему сегодня уже упоминал Что в палате представителей В комитете, в юридическом комитете Проголосовали за то, чтобы Осуществляли надзор за правительством Не избранные Конгрессмены Так сказать Избранники народа Которые несут ответственность Перед своими избирателями А лаера Это бюрократы Которых никто не избирал Которые сжирают наши деньги И там помогают что-то делать Вот За это проголосовало Проголосовал комитет Юридический комитет конгресса Под руководством Ушлепка Недлера Причем Ты знаешь Самое интересное то Что Вот я бы на их месте Постеснялся То есть Они Заранее Расписываются В своей Некомпетентности Некомпетентности Ненужности Незнания Ну просто Ведь это же позор Позор Это я человек Которого выбрали Какое-то количество избирателей В принципе Им говорю Ребята Вы меня зря выбрали Потому что я Абсолютный Не Копенгаген В этих вещах Мне нужны адвокаты Которые мне помогут Справедливости Надо сказать Справедливости Ради Нужно сказать Что адвокаты Сидят там Вокруг Ставс Ид И так Нет Так они боятся Что они не смогут Даже при помощи адвокатов Сформулировать вопрос То есть Настолько Тупые Абсолютно Тупые Некомпетентные Люди Заседают в конгрессе Не зря Рейтинг конгресса Там по-моему Ниже Плинтуса Дальше Некуда Скажи Скажи один И ты не ошибешься Да Вот это Люди Которые Самое интересное Это понимаешь Они же У них есть возможность То есть У них есть вот эти Мы их называем Индекс карт То есть Пусть вам ваши адвокаты Подготовят ваши вопросы Но это Понимаешь В чем проблема Дело не в вопросе Дело в наводящем вопросе Абсолютно Абсолютно Я сразу вспоминаю Когда Оанс выступала На слушаниях И когда Недлер Встрял Когда Кто Кто же из конгрессменов Кто-то Про кого-то она сказала Вы что думаете Что Афроамериканцы Тупые Да И Недлер Поскольку он не понимает Даже о чем идет речь Постучал молотком И сказал Вы не можете называть Вы не имеете права Не имеете права Называть конгрессменов Тупым На что он делает Это не то о чем я говорил Вообще То есть Он не только не в состоянии Сформулировать Он даже услышать Не в состоянии Вот такое Быдло Тупое Сидит в конгрессе Единственное чем занимается Это Тратят наши деньги Основная задача конгресса Это кошелек Они тратят наши деньги Что касается денег В Иллинойсе Сенат проголосовал За Прогрессив текс Да Готовьте кошельки К сожалению Они еще Давай внесем Нюшка Они Поставили На голосование Прогрессив текс Проголосовали Но он не вступит До Двадцатого года А там Мы надеемся Может быть Притцкера посадят Единственная надежда Ты знаешь Даже если посадят Притцкера А Такое количество Дебилов Проживающих В этом штате Я боюсь Что И удельный вес Дебилов Все время растет Больных людей Психически нездоров Потому что Нормальные здоровые люди Или те Которые хотя бы В состоянии Оценить ситуацию Они покидают этот штат У которых есть возможность Они уезжают Из этого штата Вообще Хоть бы Одна тварь Которую избрали В политику В Спрингфилл Сказала Послушайте А может Может мы подумаем О том Чтобы Людям Которые работают Платят налоги Жилось немножко легче Лучше Может мы подумаем О том Чтобы снизить налоги И снизить расходы Снизить бестолковую трату денег Ни одному в голову Это не пришло Потому что Подонки Абсолютно не интересуют Люди Абсолютно не интересуют Жители штата Интересует только одно Вот мы будем давить До тех пор Пока одно из двух Либо мы не обанкротим Этот штат полностью Либо Ну что Гражданская война в штате Ну а что должно произойти Как еще Жители Которые вынуждены Здесь жить Должны с этим бороться Добрый день Пожалуйста На эфире Добрый день Сережа Добрый день Проголосовал за это Повышение налогов Комитет Сената И следующий шаг Это голосование В Сенате И наверное Следующий шаг Это референдум Который будет В ноябре 2000 года За него должно Проголосовать 60% Евгений Я посмотрел Там какие-то цифры Такие 43 на 19 Голосование прошло Я не думаю Что это состав комитета Ой 49 Где-то 43 на 19 По-моему Я не думаю Что комитет состоит Из такого количества людей Может быть Я слышал Я не знаю Цифры Ну в общем На НПР сказали Что они еще А может быть Это Сенат проголосовал Конгресс И потом Это идет На референдум И у них У них логика Такая Или вы голосуете За подъем налогов На богатых Или на всех Мы поднимаем налоги На 6 с хвостиком Процентом И вот так Я думаю Это будут продавать Значит Вот такой результат 40 на 19 Ни один республиканец Не проголосовал 19 республиканцев В Сенате Ни один не проголосовал За этот законопроект А 40 Демократов Проголосовали за него То есть я думаю Что это уже Проголосовали сенаторы Не в комитете Не может В комитете Следующий будет Палата представителей Где Мэдиган Это дело поддерживает И скорее всего Оно тоже пройдет Ну и референдум Они скорее всего Сфальсифицируют Может быть Они вспомнят Что в штате Коннектикут Когда Наподнимались налоги Там одна семья Самая богатая семья В штате Уехала из штата И штат потерял 10% Своих налоговых Поступлений И у них Разразился Бюджетный кризис Может быть Это произойдет Здесь В какой-то момент Хотя здесь И так Уже кризис Уже уже не было У нас кризис У нас кризис Бюджетный На протяжении Десятилетий Несмотря на то Что существует Конституция Которая Обвязывает Принимать Сбалансированный Бюджет Десятилетиями Принимается Бюджет С дефицитом И никому В общем Для них Закон Не писан Что называют Даже Конституции Им не указ Огромное желание Воинской амуниции Как президент Все конституции Сказал Косьма Бюджет До свидания Спасибо Ну Ты понимаешь Опять же Я вот Немножко оговорился Сказав Обанкротят Штат Штат Обанкротить Невозможно Можно обанкротить Определенный Город Как в Мичигане Детройт Но Тем не менее Вот то Что произойдет Здесь в штате Они Настолько Потеряют То есть Они уже потеряли В принципе Свой рейтинг Что как они Кто будет им давать деньги На вот эти Бейлаут Просто непонятно Вот честно И в связи с этим Мне даже Страшно представить Насколько они должны Поднять налоги Чтобы Пополнить казну Чтобы Удовлетворить Свои Такие необъятные Аппетиты Неудобные Такой цифры нет Не существует По моему Кто-то подсчитал Что они должны Поднять Если я не ошибаюсь Я прошу прощения Но По моему На 34% Они должны Поднять налоги Только для того Чтобы выйти в нули Со всеми своими Вот этими проблемами Но ведь Это же не Учитывает Дальнейшее Проведение То есть Дальнейшее Проживание Вот ты понимаешь Ты знаешь Я могу понять Ну как бы не понять До конца Все равно не понимаю Людей Которые живут За счет Налогоплательщиков Из поколения В поколение Живут В субсидированных Домах Которые оплачиваем Мы Фудстемпы Которые оплачиваем Мы И так далее Медицину Которую мы оплачиваем В общем Которые живут Такие захребетники Я могу понять Без разницы На какую сумму Повысят налоги Они не платят налогов Они живут С этих налогов Ну то есть Это как-то еще укладывается В голове Понятно Человеку По фене По барабану То есть Я живу за твой счет Повысят тебе налоги Не по-моему Никакая разница Ну да Но вот Людей которые Молодых в том числе Которые работают Устроились на работу Имеют семью Платят налоги И голосуют За эту партию За этих политиков Которые обещают Поднять налоги Вот мне их логика Они сидят на кухне Или там Со своими подружками И перетирают Дескать Смотри налоги Как растут Уже там Вот Как-то все А потом идут И голосуют За тех Кто обещает Им поднять налоги И поднимает налоги Ну ты знаешь Лучше Я тебе скажу В этом в принципе Есть своя прелесть Тоже Знаешь почему Потому что если вот эти люди Начнут расползаться По Соединенным Штатам Как раковая опухоль И там Они там Превращать это все В наш штат Иллиной Вот это будет Самое Пусть они уже лучше сидят В Иллиной Знаешь вот что Это общее между Исламистами И леваками Которые голосуют За демократов Исламисты бегут Из своих Шитхолл Кандрис Потому что там Законы шариата И они не хотят Жить по этим законам Перебираются сюда И начинают И начинают требовать Исполнения этих законов Начинают осуждать Нашу культуру Наши Повадки Привычки И так далее И то же самое С этими происходит Они здесь жили Голосовали за этих Ублюдков Которые обдирают Которые транжирят Наши деньги Потом уезжают Не все Кто-то разумный Просто действительно уезжает А некоторые Которые уезжают Из этих штатов В другие штаты Которые живут По другим принципам По нормальным Американским принципам И начинают там Голосовать За таких же подонков За которых они голосовали Здесь Вот это Вот это объединяет Леворадикальное Отребье Исламистов Абсолютно Раковая опухоль Так и еще У нас сегодня будет Большая тема Мы поговорим Обсудим Слушание Которые проходят Еще одно Замечание Тоже Не имеющее Отношения К налогам А к избирательной Компании Предстоящей К президентской Гонке В одном из интервью Джо Байден Задали вопрос Вот у Трампа Мото Make America Great Again Мага Мага А вывод А он говорит Make America Moral Again То есть Моральный агент Это тот самый Байден Который В Высокой морали Воспитывал своих детей Я не буду говорить Про покойного Бо Но вот Хантер Байден Это Его сынок Который сейчас Там Значит Которого выгнали Из армии За то Что он Наркоманил Который Занимался Прелюбодеянием С женой С вдовой С своего Покойного брата Потом бросил Свою семью Свою жену С тремя Детьми Оставил их без денег Прогулял Прокутил По девкам По борделям И так далее И ушел К жене Бо Дочка Байдена Которая тоже Была Замешана В скандале С кокаином Ну Замяли Понятное дело Замяли Она спряталась У них там В фамильном доме Неделю Отсиживалась Что Скандал Затих В общем А какой морали Говорит Об этой морали Или вот Или вот Его такая Характерная черта Лапать всех подряд Невзирая на возраст То есть От маленьких детей До взрослых женщин Облапать Вот об этой морали То есть Вот эту мораль Он будет возвращать Или Насаждать в Америке Ну это так К слову пришлось У нас звонки Давайте Пожалуйста Здравствуйте 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 Игорь Невзирая на возраст Которые Голосуют за тех Которые выступают Против Израиля Но они якобы Мотивируют тем Что их родители Их пра-пра-пра-пра-пра Родители Были за демократическую партию Но эти же Пра-пра-пра-пра Родители Были за Израиль Почему-то Это не работает Они стали Просто Ну Большими врагами Израиля Чем Те которые были Всегда против Израиля Потому что они В какой-то степени Конвертировались Из одной религии В другую Из иудаизма В лифтизм И для них Вот это вот Лифтизм Стал новой религией И это вера слепая Не подлежит Ни сомнениям Ни Так сказать Ни оценкам Никаким трезвым А просто слепая вера В лифтизм И поэтому Они уже ничего Они не могут Оценить вера Нет Спасибо за ваш звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Можно нам задать Такой вопрос Я слышал что-то Трамп издал Какой-то закон Который Заставляет Обаму Оплатить Расходы Которые он Сделал Незаконные Во время Своего Правления Вот эти все Поездки И прочее И прочее Очень интересно Но я Хотел бы Если вы знаете Что-то поподробнее Я Толком не Расслышал Ну Во-первых Трамп не может Издавать законы Закон Издание законов Приоритет Это Приоритет Конгресса Да По-моему Что-то там Были внесены Какие-то поправки В бюджет В президентский Есть какая-то Графа Расходов Статья Расходов На президентский Я видел Такую информацию Но в интернете Поэтому я Утверждать не могу Или это Стопроцентная Правда Или нет Я видел Я думаю Что это вышло Из вот этих Слушаний По Апроприящен Комедий Может быть Они там что-то Я честно Не слышал Об этом Может быть Я читал что-то Но я не могу Утверждать Со стопроцентной Гарантией Что это правда Добрый день Добрый день Пожалуйста Вы сегодня Добрый день Добрый Вот я хочу сказать Что в Америке 49% Не платят Положить Это же Такая масса Голосует Для демократов Которые Невозможно Побить Поэтому Наше дело Правое Но Побежат Левые К сожалению А теперь Вот потому Что женщина Говорила Что евреи Голосуют Для демократов Это не потому Что они Тупые А потому Что они Ничего Не знают Вот я хочу И плюс К тому же Рэпы Ваш Они за демократов Я помню Когда я ходил В синагогу Которые Рэпы Зарявлял Что Албама Лучший друг Играет И они Его слушают Такие Прихожане Вот оттуда Я приводил Пример Как представителей Реформистских Синагог На Всемирном Сионистском Конгрессе С какими Резолюциями Она выступала Антиизраильскими Резолюциями Откровенно Антиизраильскими Резолюциями Она представляла Реформистские Синагоги США Что это неудивительно Что и Рэбе Значительное Число Значительное Число Рэбе Такие Добрый день Пожалуйста В эфире Да Конечно Было бы Совсем Неплохо Если бы Издали бы Закон О том Что Обама Дал враждующей Старе Которой Хочет Стереть С лица Израиля И враждует И угрожает Америке Те 408 Миллиардов И этого Паразит Обаму Надо наказать Нужно Было бы Нужно Да Нужно Было бы Согласен Миллиард 300 Миллионов Дополнительно Нашли Которые Обама В разной Валюте Отправил Ирану Кеш Большой Друг Да Добрый день Сережа Добрый день Добрый день Сомнился Вот эти люди Вы говорите Вот эти люди Знаете Когда Пятилетняя Волочка Проснулась Среди ночи И хочет И в туалет И идет В туалет По коридору А там Родительская Спальня И пробивается Такой Тусклый свет И в стороны Охи Там Он замочен Скважину Смотрит Смотрит А там Папа С мамой Развлекаются Воселяться Там Туда Сюда Он так Смотрел Смотрел А потом Он замочен Скважину И говорит И вот Эти люди Запрещают У них Ковырять В носу Да Вот Вот Эти люди Которые Кричат Промогают Такие Ублюдки Простите Да Согласен Согласен Спасибо Ну Насчет Чего Байден Ты знаешь Я Случайно Посмотрел Все-таки Его Интервью В программе Вью И я Понял Что Ты знаешь Этот маразм Не остановить То есть Он Я не Представляю Куда Он Идет На что Он Рассчитывает И что Он Собирается Вообще Делать В принципе Почему Потому что Вообще То есть Человек Не мог Связать Четыре слова Вместе Одной Мыслью Он был Как говорят Американцы All over the board Я Я Думал Я Не знал Я И вот Это Вот Должно Быть Нашим Президентом И ему Уже Это Джой Бейхар Она Ему Пытается Помочь Ну возьми Извинись Уже Перед Этой Как ее Анитой Хилл Извинись Перед ней Просто Скажи Я лично Извиняюсь Перед тобой Он Сидит И говорит Ну Если бы Я Что-то Такое Сказал В чем Я Сомневаюсь Понимаешь То есть Такое Вщение Знаешь Когда-то Райкин Вот Таких Вот Но Я Дико Извиняюсь Вот Это Вот Я Когда На это Посмотрел И Я Представляю Что Вот Это Это Их Кандидат Номер Один Да Лучшее Что Может Зажить Добрый 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 А вам Он Не напоминает Брежнева Вы говорите Как он Будет Руководить Так же Как Брежнев А Ну Да Кто-то Будет Поднимать Ему Руки Одну Правую Другую Там Вообще Не На кого Ставить А вы Два Дня Назад Вы Слышали Почему Это Покинул Свою Компанию Там Объезд Людей То есть Зашла Трагедия Накануне Вечером У него Пропал Бэйби Черепака Он Он Должен Будет Вернуть Сюда Вы Не Слышали Нет Я Не Слышал Вы Об этом Говорили На Факте Это Просто Умение Не Встать Ну Вы Знаете Вы Мне Сейчас Напомнили Картину Я Честно Я Чуть Не Вырвал Мне Просто Стало Плохо Вы Когда Сравнили Байдена С Брежневым Вы Даже Не Подумали О том Что Они Даже Целуются Одинаково Так что Вы Обсудили Байден Брежнев Те же самые Буквы Да Ну Теперь Я Ланч Точно Кушать Не Буду Спасибо Добрый Добрый День Пожалуйста Вы В эфире Здравствуйте Еще Раз Когда Значит Для Биде Это Уже Третья Его Попытка Палотироваться Президента Да Меня Здесь Не Было В те Года Но По-моему Он Балотировался Наверное В 84 В 88 Году И Если Я Не Ошибаюсь Тогда Он Пролетел Как Фанера Он То Не Точно Последний Раз Он В 2008 Балотировался Да Он Набрался Меньше 3 Процесса Набрал Меньше Треть Само По Себе Джо Байден Это Это Ничего И Что Его Поддерживает Я Кто Они Считают Что Он Сможет Обыграть Трампа И Поэтому На сегодняшний день Ему Все Прощает Его Поддерживают Те Два Чувака Чтобы Восстановить Гражданство Роберту Ли И То Что Он Белый Мужчина Не Гомотексуалист И То Что Он Лапает Всех Женщин До Кого Может Дотянуться Ему Пока Все Прощается И Это Меня Немножко Беспокоит Потому Что Ему Это Могут Простить И В Выборах Против Трампа И Это Уже Может Создать Пробор Жень 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 Подожди Тормози Ты Себе Представляешь Чтобы Ему То Мы Сейчас Говорим Вообще О Праймарис Ты Себе Представляешь Если На Его Несчастье Он Попадет На General Election Ты Себе Вообще Представь О чем Ты Говоришь Кто Ему Простит Трампа Ты Себе Представляешь Крузо Ты Себе Представляешь Людей Выборной Компании Трампа Которые Ему Простят Вот Это На самом Деле Я Должен Сказать Что Ему Скорее Не Простят На Праймарис Потому Что На Праймарис Ему Не Простят Скорее Но Если Не Дай Бог Он Пройдет На Выборы Выиграет Праймарис Я Вот на Праймарис Возможно Они Ему Не Простят Ну Слушай Давай Ретат У них Там Он Объявил Свою Кандидатуру И После Этого Прошло Некоторые Дни И Его Рейтинг Идет Только В Гер Нет Стоп Вот Опять Еще Одно Заблуждение Ты Понимаешь Да Что Когда Человек Начинает С Нулевой Точки То Если Он Выходит На Одну Ступеньку У Его Успех Составляет 50 Или 100 Процентов Так Теперь Все Вокруг Кричат Что Байден За Один День Собрал 6 Половиной Миллионов Донейшн Но Никто Ни Одна Собака Не Сказала Что Ребята Ну Да Вот У Него Вот Все Что Он Мог Собрать Он Собрал В Первый День А Вот Теперь Давайте Смотреть Дальше Поэтому Давайте Смотреть Вперед И Не Волноваться О Что Происходит Сейчас Надо Просто Анализировать Те Вещи Которые Происходят То Что Он Там Набрал Эти Шесть Половина Миллионов То Что За Него Еще Никто Не Взялся Он Фактически Еще Даже Не Начал Свою Предвыборную Компанию Ты Дай Ему Наступить На Мозоль Камала Херрис Дай Ему Наступить На Мозоль Кори Букер И Вот Тогда Мы Тому Пит Буричич Вот Тогда Мы Услышим Кто Такой Байден Пока Что Мы Ничего Не Слышали Ну Поживем Видим По Телевитору Конечно Спасибо Вообще Конечно Он Правильно Поехал В Пенсильванию Он С Профсоюзами Большой Друг Профсоюзов Но Вот Эти Речи За Борьба За Средний Класс И Он Рассказывает О Том Как Рабочий Люд Сейчас Страдает И Хотел Я Зак Слушаю И Думаю Джо Скажи Пожалуйста А вот Во время Твоих Восьми Лет В качестве Вице Президента Вы Так Боролись За Средний Класс Что Средний Класс Сократился Как Это Из Рабочий Класс Ты Так Боролся Что Зарплата Рабочего Класса Мало Того Что Не Росла А Хрена Вот Уча Людей Могла Найти Работу Как Ж Ты Так Боролся За Рабочий Класс А Часто Обещаешь И Все Что Не Уехало Во Время Билла Клинтона Уехало Во Время Байден Обама Мы Вернемся Буквально Через Несколько Мет